привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит и это его этого дня этих съемок я ждал целую неделю потому что в общем я был в таком такой ажитации я тут изобретал огромное количество комбинаторов по той простой причине что после того как я объявил конкурс на разработку комбинаторов для представления декремента вот здесь вот буквально уже ночь после съемки того видео мне во сне пришла идея который в итоге показал себя с лучшей стороны и собственно сегодня конкурс закрываю потому что в общем то я покажу вам сейчас как все это делается значит единственное что я конечно могу сказать что декремент на комбинатор мы сейчас быстренько напишем но вот то то требование которое я в том видео представил она в общем-то не выполнимая представил что декремент от нуля должен вот остаться таким вот и собственно можно делать вот такую вещь и это типа будет это минус 2 вот минус проявляется вот скорее всего такое сделать невозможно и поэтому подписывайтесь прямо сейчас на мой канал если вы впервые на нем потому что в одном из следующих видео по комбинаторной логике я расскажу как представлять отрицательные числа это достаточно просто да ну и кстати прямо сейчас вот все вот эти мои размышления о том как представлять отрицательные рациональные там комплексные числа которые вылились после того сновидения в котором мне пришла идея как представить декремент на комбинаторах вот все эти размышления вылились в огромную проработку того что я сейчас оформляю в виде научной статьи буду ее публиковать короче все очень круто вот значит вот это требование вот этого требования она говорит о том что можно сделать так скажем композицию функций дек и инк и это будет то же самое что тоже с тождество вот вот это вот скорее всего невыполнимо скорее всего почему я говорю скорее всего потому что формально я это не доказал но моя математическая интуиция как обычно мне это подказывает вот теперь давайте посмотрим как определить декремент значит сначала я вам напомню что для того чтобы создавать комбинаторные термы существует несколько систематических процедур одна из них это процедура т который переводит комбинаторный лямбда терм комбинаторный терм то есть можно прям так записать как создавать комбинатора значит первое это процедура т она обозначается вот таким вот образом и мы ее еще изучим когда будем подробно изучать лямбда исчисления второе это систематическая процедура на уравнениях и про нее я рассказывал подробность здесь третье это найти найти озарение и и собственно сравните комбинатор y комбинатор y это комбинатор неподвижной точки про которая тоже рассказывал вот прямо здесь и собственно я придумал вот во сне не я приду во сне мне пришла идея до как бы чтобы не было никаких там таких как бы как это назвать ну чтобы не было задних мыслей что значит во сне ко мне пришла да я пользуюсь вот этой техникой когда я загружаю свою голову свой процессов которыми там находится определенной проблемой это как бы там специальная техника похоже на медитативную практику я как бы нагружаю себя нагружаю свой мозг какой-то нерешаемый нерешенной проблемой и во сне когда происходит вот такая вот бессознательная обработка информации очень часто приходит решение этим пользуюсь постоянно то есть это не то что вот мне там как менделееву кстати в менделееву не приходило в таблице менделеева во сне но легенда гласит тогда вот мне как менделееву пришло какое-то озарение во сне это там чудо это не чудо это специальная техника которая пользует постоянно и во сне мне приходит огромное количество решений различных проблем и я эти решения постоянно имплементирую в обычную жизнь возможно когда я сниму про это отдельное видео ну вот как раз во сне тогда в тот день неделю назад когда я снимал предыдущие видео мне пришла новая процедура особая я после этого поискал ее в открытых источниках искал статьи там библиографический поиск нет я не нашел этой процедуры в общем можно сказать что вот этим видео я фиксирую авторство этой процедуры за собой то есть назовем это пока назовем и процедуры и сна из надушки но варум бы не да сейчас я вам ее расскажу значит смотрите значит 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 у нас есть лямбда терм для декремента он выглядит таким образом значит у нас есть лямбда с тремя аргументами неким нумералом черча н который мы хотим как раз декрементировать и функции и ее аргументом это те как раз функция которая итерируется вот этим номералом черча и выглядит он таким образом наш номерал новая функция которая выглядит вот таким вот образом так дальше мы применяем вот такую вот функцию и потом еще вот такую функцию вот если мы будем использовать систематическую процедуру т применение вот к этому термин получится огромные выражения там по моему несколько сотен комбинаторов с и к но оно невозможно то есть это даже лист даже язык программирования лист плачет кровавыми слезами от количества скобок которые там используются вот я подумал в чем дело вот как раз восьми мне пришла эта идея давайте эту процедуру как бы преобразуем по-другому нам нужен новый комбинатор 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 дек то есть вот этот вот вот это лямбда выражение это комбинатор дек декремент этот дек принимает три значения три аргумента 1 2 3 н ф и икс чему он может быть равен ну вот собственно на первом месте стоит n вот он равен теперь у нас вот такой вот странный терм назовем его пока возьму скобки назовем его специальным комбинатором l мы же можем комбинатора специально вводить новые комбинатор l значит смотрите что здесь есть значит к этому комбинатору надо приложить вот этот эту переменную f которая взята вот отсюда вот она это переменная неправильно я сделал и правильно написал значит вот здесь неправильно здесь у нас аж конечно а вот это переменная f она вот здесь и она входит в этот лямбда терм свободно свободное вхождение то есть переменная f в лямбда терме лямбда g h hgf свободны поэтому здесь мы и должны приложить к комбинатору l дальше у нас вот такой комбинатор что этот комбинатор значит здесь вот это переменная x также свободно и давайте подумаем что такое лямбда у . x вот что это значит если мы к ней приложим какой-то какой-то терм т то мы выберем x потому что ты приложится q у здесь у связаны переменные в этом после точки в терме у не используется используется только x соответственно чтобы мы не приложили сюда возвращается x чему это может соответствовать вот смотрите у нас есть комбинатор к которому прикладывается x и вот этот т да естественно он выводится x поэтому здесь у нас не что иное как к x а вот этот комбинатор стоит такое это тождество то есть если мы возьмем лямбда у . у применим к нему какой-нибудь то то мы выведем т это не что иное как тождество комбинатор тождество и вот собственно комбинатор к мы знаем нам необходимо понять что такое l что за комбинатор l не знаю его надо ввести комбинатор l он тождественным вот этому выражению лямбда g h . h gf но терм f свободен в этом определении поэтому нам нужно приложить причем пила приложить первым аргументом это очень важно он должен быть приложен первым аргументом таким образом определение комбинатора l выглядит следующим образом мы прикладываем свободный терм f первым аргументом и потом те же самые два аргумента которые здесь используются в лямбда выражения же h и он равен h gf вот собственно это не что иное как новая аксиома и именно это было моим прозрением во сне что мы можем вводить новые аксиомы вот именно таким образом вот я захотел определить комбинатор l вот именно так и давайте теперь запишем вот из этого всего следует простая вещь что декремент декремент от n f x равен n l f к x и где l от f же h равно h gf то есть мы ввели новый комбинатор l то можем можем это сделать почему бы нет давайте проверим дек от нуля то значит дек от нуля мы должны добавить сюда f и x то это будет давайте расшифруем это будет 0 l от f к от x и расшифровываем по нулю 0 возвращает второй аргумент второй аргумент так да он возвращает второй аргумент это получается к x и и он возвращает x вот а наше определение нуля от f от x равно x то есть это определение нуля то есть таким образом это 0 декремент от нуля 0 все согласились с этим это не минус 1 это 0 декремент от нуля 0 мы не выходим из поля не отрицательных чисел то есть множество n плюс то есть натуральные числа и 0 при плюсованный к ним добавлены к ним да это наша наш домен в котором мы работаем поэтому декремент не должен выводить из этого поля декремент от нуля равен нулю давайте посмотрим декремент от единиц что у нас будет единица lf к x и раскладываем по единице единица делать что lf к x и теперь нам нужно разложить l l определение вот она но берет 1 2 3 аргумента меняет местами то есть она делает и и потом к xf так и раскладываем по и делается к xf дальше мы примем к это x то есть 0 то есть декремент единицы 0 давайте посмотрим декремент двойки двойка элев к x и берем двойку получаем что lf так к x и здесь опять первый второй третий терм раскроем раскладываем по введенному нами комбинатору или получаем и второй терм какой lf от к x и третий терм f раскладываем по и получается lf к x и и что здесь у нас опять раскладываем по л а вот здесь неправильно по и здесь мы должны разложить вот этот по эль да и приходит сюда дальше у нас берется к x и ставится так нет нет где ты ошибся сейчас я это сотру скорее так растут разложили по эль это уходит на первое место а все вот здесь скобочка вот раскладываем по и получается lf к x и вот так вот вот теперь раскладываем по эль 1 2 3 аргумент аль меняет вот это f вот это f ставится сюда а здесь получается к xf дальше мы раскладываем пока получается fx то есть fx а это не что иное как единиц то есть декремент двойки равен единиц ну и давайте как бы просмотрим декремент энт получается n lf к x и раскладываем по n получается что у нас должно lf 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 к x и и вот этих вот lf здесь n штук так получается так значит применяем l комбинатор и он перекладывает и сюда дальше у нас получается lf к x и вот так вот теперь применяем комбинатор и получается lf lf к x и вот здесь вот у нас n минус одна штука так но это уже неважно теперь опять применяем комбинатор l получается f причем вот этой отсюда идет дальше у нас получается lf lf к x ff не напутал дал лист комбинатор вот здесь у нас n минус одна штука так и вот это как бы вот это делать делать то есть вот это мы должны провести вот это вот то же самое получается f от f от f x по тем же самым причинам и вот этих f здесь n минус одна штука а это n минус 1 то есть декремент от n это n минус 1 вот такая вот ерунда получается то есть полностью мы декремент описали теперь собственно для полноты рассмотрения для полноты рассмотрения я сделаю не что иное как покажу вам как систематически вот эту штуку выразить через с базис и к с b c w вот такой базис эти комбинаторы нам хорошо знакомы и давайте посмотрим как это сделать как это сделать и так мы будем решать комбинаторные уравнения у нас есть первоначальная формула l от fg h равно hg вот такая формула у нас есть да вот чему может быть равны вы равно или она может равняться например каким-то комбинатором x давайте так назовем комбинатора м и н какая-то вот аппликация да то есть это у нас будет м н fg h равно hgf вот давайте подумаем чему равно м м может быть например c потому что c от x y z равно x z y c меняет два аргумента потому что нам вот здесь надо поменять два аргумента местами нам надо аргументы местами меня видите тут как бы три аргумента меняются местами да еще в скобки берутся поэтому давайте запишем c некая n fg h вот чему это равно c принимает три аргумента и меняет местами вот эти два значит это получается некий комбинатор n который мы еще должны определить это комбинаторные переменные gf h и теперь смотрите чему равно n вот чему она может равняться давайте посмотрим во первых мы переместили нашу h в конец а вторых у нас получилась вот эта группировка которая нам нужна здесь видите она получилась что если n равно некому комбинатору x1 x2 аппликацию при этом x1 равен b b так как b x y z равно x y z группировка давайте посмотрим значит n у нас получается b x 2 записываем здесь b x2 fg h да мы поменяли fg а нет 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 же fh мы уже вот этот вот это вот сюда сносим да потому что мы n рассматривал что это будет b принимает три аргумента это будет из 2 же f h да теперь нам нужно определить чему равен x2 чему же он равен и вот здесь вот мы должны подумать пусть x2 равен некому x3 x4 вот такой аппликативной форме да так и запишем x3 x4 gf h нам нужно вот h переместить сюда а это мы уже умеем делать это же c то есть x3 это c давайте посмотрим c x4 gf h равно не что иное как x4 h gf и вот здесь у нас получается очень прикольная штука мы должны понять чему равно x4 и не что иное как оператор комбинатор торжества уважаемый мой зритель олег комлев вот именно на этом примере я показываю что x4 не может быть пустой строкой потому что если мы x4 сделаем пустой строкой то вот здесь не будет ничего вот именно вот здесь вот не будет ничего и тогда c получит только два значения два аргумента а c принимает у нас три аргумента c должен принять три аргумента поэтому x4 должен быть чем-то именно для этого вводится комбинатор торжества не нужно как бы считать что он может быть пустой строкой которую мы обрамляем такие скобки если вот мы вот так запишем то есть x4 равна какая-то вот такая непонятная запись которая в комбинаторной логике не используется то мы можем сказать что вот именно вот это вот открывающая закрывающая скобка это всего лишь переобозначение оператор торжества и таким образом x4 у нас оператор торжества то есть получается что l собираем дальше равно не что иное как смотрите вот здесь вот у нас mn да m это c c дальше мы должны открыть скобку потому что n на сложный объект n вот он x1 x2 x1 равен b дальше мы должны снова открыть скобку потому что x2 сложный объект x2 вот он это аппликация x3 x4 x3 мы нашли вот она это c x4 нашли и вот это определение комбинатора l давайте проверим помните мы записали l от fg h это hgf переписываем не равно а fg h равно что делается принимает первые три аргумента и переставляет вот эти аргументы местами получается bc и я сразу снимаю скобки внешне потому что они становятся ненужны gf и дописываем h соответственно это по c b b b b получает три аргумента и вот эти два ставит скобки получается c и мы скобки внешне сразу скрываем gf h раскрываем по c c получает три аргумента и вот эти два аргумента меняет местами если бы здесь не было бы и а была бы пустая строка не надо рассказывать про скобки пожалуйста то мы бы не получили бы для комбинатора c необходимые условия но таким образом мы раскладываем по c получаем и hgf и дальше мы просто применяем комбинатор тождества который применяет применяется к единственному самому аргументу и возвращает его все это именно то что нам нужно и как бы принимая вот этого внимание мы можем записать вот здесь вот что декремент дек от n f x равно n дальше здесь c b c и вот это вот полноценное комбинаторное определение декремента собственно все полчаса вот таких вот мозговых усилий и я надеюсь вы прокачали свои мозги поняв что существуют действительно систематические процедуры построения комбинаторов и они достаточно красивы мы буквально на пальцах выразили комбинатор декремента при помощи обычных комбинаторов которым мы все привыкли и он получился точности такой как какой мы хотели не совсем тот какой я хотел первоначально в первоначальных условиях конкурса но повторюсь моя математическая интуиция подсказывает мне что это сделать невозможно а вот такой комбинатор сделать возможно и при помощи него в дальнейших видео я расскажу как представить отрицательные числа и всякие другие числа пишите комментарии туда олег я жду ваших детальных комментариев на этот счет также зовите друзей всех своих одногруппников давайте общаться пишите комментарии всем своим зрителям стараюсь отвечать ну если только вы не городской сумасшедший который пишет вот такую простыню текста повторюсь у меня фрагментарное клиповое мышление я дальше первого предложения прочитать не могу ладно все ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами был роман душкин до новых встреч пока